Под влиянием недавних событий, которые она пережила, Сьюзан предается выпивке и азартным играм. Он теряет дом, который ему оставил Архан, в азартные игры. Убийца Архана пойман, оказывается, Ингин блефовал, чтобы напугать Сьюзан. Понимая, что вот-вот отдаст Дерин Якуту, Синим готовит коварный план. Однако, когда он не может найти близости, на которую надеялся, от Синим Дерин, он пытается покончить жизнь самоубийством. Махинура узнает об отношениях между ее мужем и Сьюзан, и во время хаоса Якуту скользает, что Синим дочь Джейлы. Синим пугает Сьюзан, что Ингин может быть убийцей Архана Бендерли, которая напугана и хочет пойти в компанию и предупредить Джейлу. Ингин, который уверен, что Джейла скрывает какую-то информацию, спорит с Джейлой и покидает компанию. Пока Якут и Эльван думают о том, как занять деньги, они узнают, что их годовая аренда выплачена. Думая, что Ингин заплатил за квартиру, Якут видит у двери сумку Сьюзан, когда идет ее поблагодарить. Джейла волнуется, когда узнает, что ее мать не вернулась домой ночью. Разговаривая с Якутом, он узнает, что его мать находится в доме Ингина и немедленно идет туда. Он находит свою мать в ужасном состоянии со связанными руками. Внезапная смерть Архана меняет все балансы. Пока Синим прощает Хакана, Якут решает дать Дерин шанс. Джейла узнает большую тайну о своей матери, которая касается Ингина. Ожидая подходящего момента, чтобы рассказать Ингину, Синим, знающая секрет, действует быстро и сбивает Ингина с толку. Ингин, развеявший свои сомнения относительно Джейлы, впадает в большие сомнения. Якут и Эльван, оставшиеся на улице после того, как хозяин поменял замок, находят решение укрыться в доме Ингина. Увидев дома Якута, Дерин все понимает неправильно. Хакан, с другой стороны, полон решимости устранить искренность между Синим и Сюзан. Он узнает, что Синим – дочь Джейлы. Джейла злится и увольняет Якута с работы. Он решает бросить все и переехать в Мерсин, чтобы пойти по стопам дочери. Желая заполучить Дерин, Синим сообщает Дерин, что Якут состоит в отношениях с Ингином. Сьюзан готовится сообщить Джейле, что она нашла свою дочь. Понимая, что перед ней стоит еще одно препятствие, Синим подслушивает очень важный разговор между Сьюзан и Арханом. Узнав, что Ингин любит Джейлу, Якута пустошен и сильно заболевает. Человек, который приходит ему на помощь, снова Ингин. Джейла узнает большой секрет своей матери. Хакан совершает большую ошибку против Синим. Застав Ингина в его кабинете, доверие Джейлы к Ингину и жизнь разрушено. Они делятся своими бедами с Якуткой, которой чувствуют близость, не зная, что она его дочь. Однако они оба не осознают, что говорят об одном и том же человеке. Дерин влюбляется в Якута и раскрывается ему в своих чувствах. Синим, которая начинает праздновать отчет о ДНК, полученный от Акушерки, хочет узнать от Хакана, каково это быть в Бендере. Джейла, которая благодаря дневнику узнает часть лжи своей матери и Архана, постепенно начинает соглашаться с Ингином. Ингин поселился в своем новом доме. Думая, что разбил сердце Якутии, он приглашает ее на ужин. Однако веселье не закончится, когда началась ночь. Акушерка, узнав, что Синим заменила Якута, начала ее шантажировать. Сьюзан же тайно ищет способ провести тест ДНК. Архан продолжает тайно читать дневник Ингина, содержащий тайны о смерти его дяди. Ингин случайно узнает местонахождение дневника. Вступая в романтические отношения с Джейлой, он также разрабатывает план по захвату дневника. Хакан, испытывающий сильные чувства к Синим, ссорится с Дерин, когда видит искренность Дерин с Синим. Якут же мечтает снова встретиться с Ингином. Внезапное сближение Джейлы с Ингином приводит Джейлу в эмоциональное смятение и отталкивает Ингин от нее. Ингин, с другой стороны, однажды вечером идет ужинать с Якутом, когда тот не хочет оставаться один. Когда Якут напивается, ему приходится отвезти ее домой. Понимая, что Синим поймала Сьюзан в ловушку, акушерка шантажирует Сьюзан, одновременно выслеживая Синим. Сьюзан, напротив, говорит, что в Синим есть что-то, что ей не нравится. Утром, когда Ингин отвозит Якута в школу, Дерин видит их и рассказывает об этом Джейле. Наконец, Джейла собирается с духом и идет в гостиничный номер Ингина. Синим лжет Якуту, что нашла свою семью с помощью директора общежития, но хочет получше узнать свою мать, прежде чем раскрывать это. Якут испытывает угрызение совести за беспощадную критику Синим. С другой стороны, Сьюзан объясняет ситуацию акушерки и просит ее провести исследование, чтобы убедиться в этом. Акушерка выслеживает семью, которой она передала ребенка, и подтверждает написанное в письме. Но хоть она и узнает, что малышку зовут Якут, а не Синим, она скрывает эту информацию. Синим же радуется своей победе. Она почти говорит, что слишком много выпила в ночном клубе, куда ходила с Хаканом, и что она выдавала себя за Якута. В то время как восхищение Якута Ингином растет с каждым днем, между Ингином и Джейлой возникает непреодолимое притяжение. Романтика дождливого дня заставляет Ингина открыто раскрыть свои чувства. Он хватает Джейлу и целует ее в губы. Чтобы развеять свои подозрения в отношении с Синим, Сьюзан пытается разыскать акушерку, которая много лет назад передала ребенка Сейлу другой семье. Синим же уже начала тратить много денег. С другой стороны, Ингин, сближающийся с Джейлой, рекомендует Якута в помощники Джейле. Пока Якут с волнением готовится к собеседованию, она не подозревает, что ее ждет еще один сюрприз. Однажды Якута внезапно потрясает известие о смерти его матери, и он спешно отправляется в Адапазары, чтобы в последний раз увидеть свою мать. Есть письмо, оставленное его матерью Джейле Бендерли. В этом письме написано, что настоящая мать Якута – женщина по имени Джейла Бендерли и что он больше не может хранить эту тайну, так как находится на смертном Адре. Однако это письмо попадает в руки лучшего друга Якута Синим в похоронном бюро раньше, чем Якут. Однако Синим, человек амбициозный, не позволяет этого, думая, что Якут станет очень богатым, и сжигает письмо вместе с секретами внутри. Джейла Бендерли – успешная бизнесвумен, которая самостоятельно управляет бизнесом после смерти мужа. Она влюбляется в человека, которого раньше никто не одобрял, и в очень юном возрасте рожает ребенка, но ее мать Севги забирает этого ребенка у Джейлы, поручает его другим и с тех пор не говорит о нем ни слова. Затем он женит Джейлу на Джимиле, богатом бизнесмене. После смерти Джимиля он усыновляет ребенка Джимиля Дерина как своего собственного сына. А вот Дерин всем сердцем привязана к Якуту, которого она увидела в школе с самого первого момента. Джейла несколько раз видится с Якутом через Дерин, но не знает, что она его дочь. Самое важное в жизни Джейлы – ее работа, но все меняется с появлением Ингина, которого она нанимает инженером. Ингин станет большой любовью Джейлы и Якута, который, как он не знает, является ее дочерью. В сердца матери и дочери будут биться за одного и того же мужчину, не подозревая друг о друге. Якутка неожиданно получает известие о смерти матери. В Адапазары, куда он отправился со своим другом Синим, письмо, оставленное матери Якута, не доходит ни до адресата, ни до Якута. Когда Синим видит, что написано в письме, она решает его уничтожить. В письме написано, что Якут на самом деле является дочерью Джейлы Бендерли богатой женщины.